Сообщения Госдепартамента Соединенных Штатов Америки об угрозе российского вторжения на территорию Украины на фоне заявлений российских официальных лиц о том, что Россия войны не хочет, вызывают ожесточенные споры по всему миру. Обоснованы такие предупреждения или нет? Ждать ли эскалации? И если да, то каковыми будут последствия? Мы попытались непредвзято осветить две кардинально противоположные точки зрения из Москвы и Киева и обратились за комментариями к нашим экспертам. У России нет планов никакой агрессии территориального отношения Украины. И то, что происходит, это то, о чем говорят в первую очередь западные СМИ и западные политики, пытаясь настроить украинцев дополнительно против России и Россия. А со стороны России никакой агрессии нет и не планируется. Да, несмотря на все те пугающие заявления, которые мы слышим со стороны Запада, несмотря на то, что они перебрасывают свои войска в Болгарию и Румынию, они даже сами западные страны перебрасывают войска не на Украину, они не снабжают значительным количеством оружием украинскую армию, а Россия со своей стороны не делает никаких шагов, которые можно было бы хотя бы принять за подготовку к войне. Эта мысль, эта идея лежит в основе российской политики в отношении Украины. Российский народ не является врагом украинского народа и надеется, что украинский народ, также россиян, не будет считать своими врагами. Именно поэтому Россия ведет себя максимально конструктивно, максимально как можно старается мирно, призывает к просто исполнению тех договоренностей, которые были достигнуты дипломатическим путем, и не переходить к военным попыткам решения конфликта. Судя по последним заявлениям, которые звучат вчера, позавчера и вообще на этой неделе, видимо на закрытом уровне, о котором мы ничего не знаем, переговоры сдвинулись с мертвой точки, потому что мы слышим отдельное обрывочное заявление в позитивном ключе. Западные страны стали чаще говорить, что Украина не собирается принимать в НАТО. Вот буквально сегодня Анна Лена Бербок, глава МИД Германии, сказала, что Украина не будет принята в НАТО в ближайшее время. Одновременно стали говорить о том, что США не планирует посылать свои войска на Украину, и НАТО не планирует свои силы также ссылать на украинскую территорию. Это очень важное заявление, потому что это как раз то, чего требует Россия от Запада для того, чтобы снизить эскалацию в регионе, напряженность в регионе. Поэтому, судя по всему, самый сложный момент уже прошел, и дальше будет постепенное снижение как агрессивной риторики, так и каких-либо внушающих опасений действий. Сегодня мы не можем воспринимать войну с Украиной как реальность. Для нас это все-таки целая часть информационного противостояния. И украинцы точно так же реагируют. Ведь мы видим уже очень много комментариев, интервью, от простых украинских граждан, которые говорят, что войны не будет, и воевать с Россией никто не хочет. Поэтому, безусловно, в дальнейшем и союз России и Украины вполне возможен. Я уверен, что нормализация отношений между нашими странами поможет вообще нормализовать ситуацию на пространстве всего Севера Евразии в целом. И, безусловно, то, что отношения с Европейским Союзом будут намного улучшены сразу же после стабилизации отношений между Россией и Украиной. Зеленский прекрасно понимает то, что ему в лучшем случае заготовлена судьба Михаила Николозовича Саакашвили. И точно так же, как и Саакашвили ждал эту американскую поддержку и не дождался, так и Зеленский будет ждать и никого не дождется. И я думаю, что в рамках предстоящего визита Владимира Путина в Турцию будут оговариваться экономические, политические, культурные, самые различные связи и вопросы. И мы уверены, что между Россией и странами, как в последствии с Украинством, так и в Большой Евразии, а Турция, на мой взгляд, все-таки относится к Большой Евразии, конечно же, будут отношения только улучшаться. И кризисы, которые возникают посредством влияния третьих акторов, будут сходить на нет. И мы будем стремиться к тому, чтобы все меньше и меньше, как цветных революций, так и вопытных госпереворотах, так и войн было на постсоветском пространстве. По мнению экспертов из Киева, в целом страна полностью готова к войне. В украинском обществе господствует настроение, что на страну в любой момент может быть совершено нападение или же может разгореться какой-либо конфликт. Когда говорят, что у нас конфликт с Россией, извините, у нас есть полноценная война уже 8 лет. Вопрос, почему сейчас опять поднялся-то, почему эскалация? Если вы посмотрите материалы 2014 года, те же 150 тысяч или 100 тысяч российских войск стояло на границе. Ситуация кардинально не поменялась. Были подписаны соглашения о прекращении огня, но в прошлом году побегло чуть меньше 100 человек в непосредственно конфликте. Тут конфликт идет. У нас главный вопрос, а зачем? Сейчас поднимается так остро. Почему поднимается вопрос, что будет торжение? Эти схемы, извините, им, наверное, может больше десятка лет. Но к чему это приводит? Негатив страдает и Россия, и Украина, потому что мы теряем финансовые рынки. Инвесторы сюда не смотрят. Растет курсы, что рубля, что гривны. Кто-то решает вопрос конфликта между нами за границей нашей страны. Но к чему это позитивно приходит? Мы готовы к отражению. Нас поддерживают сейчас международные. Например, Америка, Британия присылают нам оборонительное вооружение. Украина ни на кого не нападала ни в 2014 году, и сейчас мы не собираемся нападать. Но для нас, стран, сейчас идет конфликт, непонятная ситуация, обострение. На фоне этого все-таки и ведутся переговоры. Вопрос, насколько это будет затягиваться, насколько интенсивно будут витись переговоры. Непосредственно в течение недели была встреча советников, в которой принимал участие глава офиса президента Украины. То есть переговоры начались. И есть, судя по комментариям журналистов, идут сдвижки. То есть начинают слышать друг друга. И мы надеемся, что в ближайшее время, на фоне обостренного, привлеченного внимания к нашей стране, все-таки будут решены многие проблемы, которые не решались в последние 8 лет. И будет намечен мирный процесс урегулирования конфликта на востоке нашей страны. Для полноценного вторжения сегодня сил у России недостаточно. Это можно посчитать математически, начиная от количества переброшенных людей, техники к границам Украины. И в том числе и такое же количество примерно стоит украинские войска на этих же рубежах. Но и сегодня мы видим, что за последние недели-полторы, насколько интенсивные переброски идут сдерживающих военной техники. В частности, вы знаете, наверное, что англичане, американцы перебросили более 3000 систем, которые будут сдерживать технику российскую. То есть технического оснащения достаточного и людского самого главного у России будет недостаточно для того, чтобы захватить и удержать это. Я думаю, что мы в ближайшее время, никаких ближайший месяц-два военных действий однозначно не увидим. А за это время мы посмотрим, в каком направлении идут переговоры. Сегодня украинское общество консолидировано в вопросе противодействия агрессии, которое звучит со стороны Российской Федерации. И я считаю, что и Россия должна делать с этого выводы, и любой путь к решению конфликта, он будет выгодным, в том числе и для России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова